Вот, если вы еще не видели, как купаются чайки, именно купаются, они просто плавают, посмотрите. Тут прямо можно сказать, у них банный день. Кто знает примету, к чему купаются чайки? Неужели опять жару среди зимы нагоняют? Ё-моё. Да, когда зима зимой будет. Видите, как? А эти, наверное, уже сушатся. Смотрите, какое утиное озеро. Это тот же фонтан, просто немножко в стороне от чайчьей дискотеки. Это чайки. Рядом голуби. Видите, не охотятся. Хотя чайки и здесь охотятся на голубей, я сама видела. А тут вот, нос к носу. Голуби наелись, тут их кормили. Всякие глупости начали им в голову лезть. Чайкам, похоже, тоже. А те купаются. Ну, в общем, как видите, хищники и добыча существуют рядом. Приветствую всех. Это я. Тут рядом со мной в восторге пищит испанское семейство. Радуются. Увидели уточек. Вот девочка там закричала. Теперь они всячески пародируют их голоса. Я решила по парку здесь прогуляться в двух целях. Во-первых, цель прогулки. Немножко по прохладному воздуху. Хоть не такой вот более-менее зимний воздух ощутить. И еще, может быть, где-то найдутся упавшие ветки какие-то. Естественно, ломать я ничего не буду. Но вдруг, если где-то от ветра что-то отломилось, упало, я возьму для своих зимних композиций. Ну, если не найду, то поеду специально на кассиролу, на природу. Там уж точно насобираю. Вот, потому что там в лесу, кто мои видео смотрел, знает, там и буреломы есть, и все. И поэтому какие-то ветки, даже сосновые будут, я так думаю. Это вообще будет красота невероятная. Так, ладно, я сейчас посмотрю, как там гуси поживают. Вот, если что, вам покажу. Сегодня хотела снять интересное видео. Познакомились недавно с попугаем одним. Тут он живет в одной из таких конторок. Но сейчас конторка уже была закрыта, попугай спал. Поэтому оттуда я попросила снять видео. Но тогда он был что-то не в духе, чтобы его снимать. Я так думаю. Хотя можно было. Ну, ладно, еще не вечер, как говорится. Ладно, посмотрю, что тут есть. Покажу, если что, вам. Посмотрите, какое дерево обалденное. Какая сосна. И рядом розмарин. У меня дома чуть-чуть другой розмарин я тоже показывала. Сейчас он, правда, не в лучшей форме. Ну, ладно. Вот. Я ничего не ломаю не потому, что это Испания. Да, и как бы у меня какой некий пиетет. А вообще я у нас не ломаю. Вообще не люблю, когда природу каким-то образом портят. Тем более, когда можно своей же цели добиться другим путем. Это олеандр. Вот. А вот этот, смотрите, драконовое дерево, как огорожено. Смотрите, какое растение. Но уже листья упали. Вот. Смотрите. Как интересно. Я это дерево с другой стороны. Тут снимаю со стороны вот этого магического холмика. Это, по-моему, одно из разновидностей бутылочных деревьев. Вот это вот. Вот этот магический холм, если помните мои видео. Ну да, ветки, конечно, здесь так просто валяться не будут. Это только если в случае сильного ветра и не успели убрать. Потому что это все-таки парк. Не дикий лес. Убирают его довольно регулярно. Иначе он бы быстро превратился в отнюдь непривлекательное место. Если бы было по-другому. Так. Ну, проведу гусей тогда уж. Ну, гуси дома. Гуси-гуси. Вот. Насчет того, не знаю, как они тут постоянно или нет. Но парк закрывается на ночь. Он имеет часы работы. Там я видела соответствующие надписи. Ну, вот. Смотрите, как они себя чувствуют. За скамейкой выглядывает такая каменная длинная скамейка. Этот. А один скрылся. Один на меня смотрит. Опа. Жизнь подоплавающих птиц. Они там кушают. Если они тут все время живут, то тут, наверное, их кормят. Чем-то более существенным, нежели корочки хлеба от гуляющих людей. О, цапля. Если тоже, опять-таки, мои видео помните, я снимала. Они на рынок прилетают. Где эти жуткие, вонючие пищи отходы рыбой питаются. Ну, как видите, и тут ходят. Я прямо видела в мире животных. С таким шумом вылетели на берег. О, цапля из кадра вышла. А, нет, вон она. Опа. Интересно, на кого это они, на меня? Нет. Вот он шипит, повернувшись к тем гусям. Может, на мужчину этого? Может, смотрит не в мою сторону. Так, понятно. Пошипел и хорош. Немножко попугал. Цапля здесь вроде партизана. Ну, тут чайки, пожалуйста. Гуси так шлеп-шлеп по воде. 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 Видите, гуси парами как-то перемещаются. Чайки по-всякому. Утка плывет. С одной стороны понятно, почему у католиков и испанцев в среди рождественских украшений много очень красного, зеленого и желтого цвета. Потому что у них 14 декабря такая осенняя окраска окружающего пейзажа в парке. Хотя, еще раз повторяю, некоторые листопадные деревья опали уже с них листья где-то вот как у нас в октябре, ну, в ноябре максимум. Даже есть такие, что и в сентябре начинают падать. А есть, в которых листья держатся всю здешнюю, вот такую, в не то, не всю зиму. И поэтому, наверное, у них, хотя, хотя, очень у них популярные украшения в виде искусственного снега. Ну, свой-то где взять, хоть искусственный. Вот. И шишки, украшенные этим самым снегом искусственным, продаются. И веточки сосновые искусственные или натуральные, тоже припорошенные вот этим самым снегом. Птицы тут активно перемещаются туда-сюда по своим делам. А так, ну, вот у них новогодние украшения. Ну, у них рождественские они больше всего приурочены. Они, конечно, во многом повторяют окружающий пейзаж. И они во многом похожи на наши украшения, но и во многом отличаются. На море, как видите, сейчас тихо и пусто. Все чайки в городе. Ориентировочно море находится здесь, на востоке, по отношению к городу. Солнце сейчас находится вот где. Ну, оно как получается. Вот это сейчас юг. Вот так вот юго-запад. Вот зимой на юго-западе солнце садится. Там юго-восток, восток. Там северо-восток. К нам это туда. Вот. А вот это район. Загадка. Вы пытаетесь отгадать, что это там плывет. Оставила позади себя море с разноцветными парусниками. Иду по направлению к дому. Так, моя прогулка, в принципе. Ну, еще дойду до дому. В принципе, она закончена. Если что-то будет, я покажу. Ой, посмотрите, какое чудо. Какое чудо. Какое чудо. Сейчас я рядом с ним попробую ставить. Посмотрите, какой красавчик. Какой красавчик. Ола, Пепе. Пепе. Привет. Привет. Какой красавец. Хвост у него вообще супер. Вот такой красавчик. Тут мне его любезно разрешили снять на видео. О, красавец. Ну, все. Давай, пока. Бывай здоров. Ой, как мне повезло. Контора, где живет этот красавец-попугай, была открыта. И мне разрешили снять видео. Вот. Вы сами все увидели, какая грандиозная птица. Называется он правильно синий-желтый ара. Птицы очень умные, интеллектуальные. Клюв. У них самый сильный из всех попугаев. И хотя он не такой разговорчивый, как серый попугай Жако, но все-таки тоже способен к разговорам. И, правда, при мне он не говорил ни разу. Я два раза с ним встретилась. Вот. Вот сейчас был второй раз. В общем, такая супер птица. Продолжение следует...